ну что ж всем привет заехал в магазин сейчас мы выйдем из магазина чуть-чуть купил продуктов значит музыку поставил тихо чтобы 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 нас не забанили представляете снимал гитару песня карлос санта и видео забанил youtube там всего-то минуты и банят и все а я гитару снимала красиво светится отель гитары мы там были прошлые выходные завтра завтра у нас день хоккейный мы едем на хоккей дамы сюда нельзя здесь ванвэй куда вы хотите повернуть вот так вот все еще хочет вернуть это вот местный вот это вот приехал от видите на гольфовых машинках они тут катаются вот так вот вот это местные катаются они вот видите сейчас мы выйдем тут и дома за забором там где дома за забором там живут тоже люди да вот эта заправка у нас еще так видите подъезжаем вот здесь вот вот прямо перед нами дома за забором тут живут люди да вот они машину свою не таскать они гольфовую машинку заводят и сюда этот самый за продуктами шопинг у них такой это совершенно новый район у нас в городке в нашей деревне назовем так красивый район все они стараются в дуть подороже здесь эти самые квартиры не квартиры а дома тут квартир нету вот в этом районе вот такой красивый въезд в этот район смотрите все шлагбам все просто так вас не пустят вот там на кассе даже спросят вот зачем вы тут вы кому тут вы куда тут так куда этот едет вот видите это даже от этого района патрол такой комьюнити патрол это не полиция это местность здесь ездит и пасет да чтобы никто тут не хулиганил напротив тоже собираются построить еще одно комьюнити они растут как грибы вот наш город за 20 лет разросся наверное пять нет больше наверно в семь раз в семь раз этот городок разросся интересно оставайтесь со мной значит температура за бортом у нас 75 градусов по фаренгейтам это это всего-навсего 21 градусов цельсия плюсом сейчас мы посчитаем лучше 22 наверное вот так поворачиваем здесь налево еду еду домой еду домой показать вам еще раз свою деревню свои прелести вот такая деревня как я сообщал у нас вот такие дороги широкие дороги справа тротуар можно гулять слева тут тоже есть обычно он не везде справа и слева везде есть хорошо катайтесь на лесопеде катайтесь на чем хотите это хайвей это бесплатный хайвей вот есть еще и платный хайвей ближе к моему дому платный а это бесплатный хайвей идет в одну и ту же сторону справа налево север на юг вот повернули направо и доехали до майами повернули налево доехали по этому хайвею до нью-йорка и не шутки вам прямо и прямо никуда не сворачиваю на одном хайве вот так вот лексусы аккуры перед нам таки перед нами такие машины все сегодня пятница сегодня пятница это мой короткий пост он будет всего наверное на 8-10 минут сейчас всего 4 минуты все зависит от светофоров я нахожусь от дома всего в четырех милях за счет светофоров эти четыре мили будут казаться вам как это самое как далеко вот видите как долго светофор тут можно и свадьбу сыграть на этом светофоре пока он переключится вот а мы сейчас поедем прямо значит я напоминаю что мы находимся в флориде это моя трансляция ставьте лайки кому понравилось вот трансляцию ведет лично в ад как вам нравится вот так значит хайвей право налево все нам включили зеленку мы едем сразу через два светофора вот на бмв они всегда успевают первыми быть едем дальше такой не моросит но чуть-чуть есть такой как дождик да обещали дождь будет наверное дождь еще все будет вот завтра мы едем на хоккей это от нас далековато полтора часа от нас до большой хоккейной арены там что-то около 40 тысяч вместимость огромный зал очень интересная игра нхл будет играть пантерс и миннесота флориды против миннесоты интересно так это вот такая деревня вот наделали вот таких вот широких широченных дорог когда мы переехали сюда 11 лет назад мы немножко удивлялись ширина широтам этой степи что они сделали такие дороги они были пустоваты но за эти десять лет как я говорил город очень сильно разросся за 20 вообще сильно если считать а за 10 еще больше вот так то есть с этой деревне 50 тысяч населением двухтысячном году сейчас 350 а если брать еще весь treasure cost то это будет почти полмиллиона населения тут всего хватает все свое есть свой полинг свои бары все есть свое чтобы люди далеко не уезжали вот скажу сразу это не дорогой город это город не миллионеров хотя тут есть миллионные дома стоят они прямо на канале на воде вот и там на берегу океана ровно отсюда до океана 20 минут но мы на океан сегодня не едем я иногда показывал океан все мы просто едем по дороге я показываю просторы видите столбы некоторые столбы уже красненьким обмотали красной лентой уже ждут что будет праздник обещал 8 минут мы еще не доехали спокойненько едем я не спешу скорость 43 мили в час я может 44 вот так вот немножко у меня тут интересно шатается сильнее телефон чем в другой машине ну ладно машина старенькая машиной хвастать мне не следует вот так вот значит справа вот холмик и за холмиком дома видите слева холмик за холмиком дома это такие холмы чтобы шума не было сделана такая насыпь искусственная насыпь на ней растут дрова то есть лес вот и трава траву подсаживают за наш счет мы платим за это налоги вот здесь вот направо живет один мой знакомый приятель сразу в этом районе вот там было новое строительство справа немножко очень много строят 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 а потом вдуевают или вдуют как правильно продают это все вот цены сильно поднялись средняя цена сейчас стала здесь 350 тысяч домик небольшой домик 350 штук вот знал бы раньше жил бы в Майами да в Сочи них об не хочется потому что тут цены поднялись практически в 8 раз с с 2010 года по сегодня поднялись цены где-то в 8 раз в 7-8 раз вот поэтому есть даже документальное подтверждение кому не лень может покопаться так вот второй хайвей мы подъезжаем к нашему дому к моему дому вот и проезжаем над вторым хайвеем который платный всего две полосы вправо-влево доедете до Орландо если поедете влево а дальше и выше а если поедете вправо то тоже все дороги ведут в Майами едут все точно так же как и по бесплатному только платят за это денежку где-то стоит он до Майами доехать 25 баксов вот вот так сегодня я заезжал тут в промзону в автосервисы поговорил с одним человечком познакомился все вот очень интересно но я о своих делах не рассказываю и вам это не интересно вот справа такие вот стоят тренажеры люди качалки пришли и могут покачаться вот так вот это если мы видим эти правые тренажеры значит мы уже въехали в мой район вот и вот эти вот насыпи 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 и здесь уже мой дом будет за углом за поворотом то есть мы уже приехали вот такая у нас деревня вот видите такие широкие дороги мне нравится докторы иногда показывают такую узенькую дорогу как Ширлиц едет куда-то на работу прикольно прикольно да прикольно Калининградская область немецкие дороги даже может сохранился немецкий асфальт я не знаю так вот это небольшие деревья растут дубы вы удивитесь но это флоридский дуб это южный дуб у него листики маленькие они имеют свои желуди все вот так вот сейчас я уже буду выключаться вот 10-минутная поездка у нас заканчивается я еду с продуктового магазина купил чуть-чуть того-того-того-сего и шу-суши дочь просила вот также хлеба представляете я купил хлеба для этой самой для 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 красной рыбы которую я засолил вчера все мы поворачиваем направо направо и въезжаем в район моих домов так все наверное ребятки я выключаюсь всем всего хорошего удачи я вас всех люблю сегодня пятница желаю всем всего самого вкусного всего самого хорошего на выходных с вами был ват потому что я уже приехал всем всего хорошего